МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем про театральные коллективы, что выступят на сцене Великого театра Беларуси в 91-м сезоне. Завитаем на спектакле одного из старейших театральных коллективов России, что распачал свой 233-й сезон гастролями в Минску. Я ще больше выпускау новин и информационных программ, познавальных и забавляльных шоу. На усіх телеканалах Белталя Радо Кампании сёдня стартовал новый телевизийный сезон. Подрихтовався и телеканал «Беларусь 3» в новом сезоне глядачам покажет документальный десятичерыйный цикл легенды эстрады про знакомитых поэтов, композиторов и артистов, что прославили айчинную культуру. Так само сирот премьер, тревел-шоу, культурная подорожа и Мастаска публицистичный фильм «Театральная история не свежая». Протяг мне радовать глядачу уже любимая всеми смачная программа «Беларуська кухня» и проект «Новые люди», в центре якого снова пинутся молодые таленти, лауреаты республиканских и международных конкурсов, степендият из специального фонда президента Республики Беларусь папа трымцы теленавитой молодзи. Телеканал «Беларусь 3» завсёды ганарится беларускими традициями, мы ведаем про досягнение беларуской культуры и мы слушаем пильно за тем, что отбывается зараз. Тому значная частка наших телеглядэшоу вельми любить и им даспадобить телеверсии концертов, спектакля, которые створяет телеканал «Беларусь 3» совместно с установами культуры. Тому в этом сезоне, конечно, ждут и телеверсии классических спектакля, так и новые постановки беларуских режиссёров. Дарайше, отзнашу, что в этом году отбудется национальная театральная прэмия и телеглядачы Менавита нашего телеканала первыми доведуются, кто стал лепшим Менавита в свете театральных постановок. Шедевры сусветного органного мастацтва, классика для усіх и живая музыка кіном. На гэтым культурным тэдні коллективы Беларускай Дзержавной филармонії так сам распачали новый сезон. Белтелерадиокампания провела здымки концерты открытця Дзержавного академичного симфонічного оркестра начале с народным артыстом Беларуси Александром Анисимовым и першого кастрышника Межнародный день музыки, ягу можно буде убачить в эфире телеканала «Беларусь 3». А у кінотеатра Центральный выступил Дзержавный камерный оркестр, яким керую заслужен артыст Российской Федерации Ялген Бушкоу. Але глядачы, што запомнили залу, наводь не здагадываліся, яка подрыхтовка необходна, ка погучить снямое кіно. Композитор написаў музыку для гэтага фильма «Бастер Акітэна» 1925 года і прасяброўства з нашым камерным оркестрам перадал партитуру коллектыву. Рыхтоваўся асабліва да программы «Жывая музыка кіно» і заслуженый артыст Республіки Беларусь Владимир Мишчанчук. Там цитры ідуў на англійській мові. Многі, напевно, жведаюць англійську мову і будуть перекладаць самі. Я буду перекладаць і на беларускую мову. І некоторые рэчы, сласунки, звязаные з їх поводзіными гэроў, можна будзі агучваць. Я буду просіць глядача, каб яны тупалі ногамі, смаяліся, аплодыравалі, каб яны ўдзельнічалі у агучвані ось тако відеараду, які будзі істі на екрані. Мой родны куд, як ты мне милы, забыць цябі немаю сілы. Тысячі кілометру праехалі беларусы замежжа з Італі, Іспані, Арміні, Казахстана і шарагу рігіону Расіі, каб сустрэцца на малой Радзімі. Творчыя колективы мастацкай самадейнасті, особнае выканаўцы, скульпторы, дизайнеры, майстры народны храмёства, фотографы, празайкі, поэты з ліку беларусов замежжа забраліся на бягучым культурным тыдні на часвёрты фестываль мастацтва у беларусов свєту. Што прывезлі на форум творчая дылігація, а так само як яны популяризуюць родную культуру замяжжой, расскажа наша корреспондент Мария Брэху. У храмі помніку усіх святых адбылось і меропраємства падназвай Беларусь країна яднання. Кагос представніков беларускіх дыяспар узнагародзілю умежах форуму, давідаімся уже зараз. Фестываль мастацтва беларуса у свєту праводзіцца раз на три гады. На жаль, пандемію унесла свае карыктывы, таму перапынык був даўжайшы. Мэтай дадзіна га культурного форуму з'являецца презентація дысягненьяў наші країны і патрымка творшых праекту су айчыннікаў за мяжой. Вот такія встречі пазваляют каждому із наших земляков проникнуться в очередной раз, пасмотреть своїми глазами на Беларусь, на жызнь Беларусі, на наші города, на наші регіоні, на наші населенні пункты сельськой містності. Патаму што мы одна дружна семья. За мяжой ў самых розных країнах іде популяризаццаў беларускай культуры. Напрыклад, вядзіцца актыўна дзейнаць наші дыляспары ў Испании. На сё летнім фестывалі яны працтавіля коліктыў Беларусы Свету. Його удзельнікі – испанцы, які співаюць на беларускай мове. Конечно, находясь за пределами нашей Родзіны, нам хочется собираться, показывать нашу культуру. Мы проводзім литературные вечера, отмечаем наші празніки. Одним із последніх, например, празніков это было купалье с изготовлением венков, пусканием по воде, прыжками через костёр, куда мы приглашаем і испанців, щоб приблиззіць к нашій культурі. Адукаційні проєкты, курсы беларускай мовы, культурні мероприємства, водовецкі проєкты – гэта далёка неполний спістагоджим жове беларускай діаспора ў Іспанії. Так, наприклад, вийшу пероклад книги Василя Быкова «Пайсі і не вернуться» на іспанскую мову. А ў Арміні наші суайчынікі так само займаюця творчастю. Выпускаюць газету і актывно працююць з детьми. Для маленьких беларусів працює ляльчний театр «Лялька». У межих форуму у храмі-помніку у сіх святых отбылась диалоговая пляцовка, де були обмеркованы питання і вийніки популяризации беларускай культурі. Одразу пасля святочна ў Загороджі незаплённу роботу по розвіті беларускі діаспор «За мяжой». Вот я вот ноты взяла. Будем піти журавлина, полейсі лятят. Очень много мастер-классів проходит, стажировка проходит. Мы обмениваемся опытом, репертуаром. Патринці беларуских діаспор у інших країнах надається велика увага. По заявках беларуских суполок «За мяжой» набуваються національні костюмы і передається литература народной мові. Мы с огромным удовольствием большой делігациєю з Томска приїхали на нашу беларуску землю. Я очень волнуюсь, потому що для мене тут все саме дорогое і саме близько. Здесь моя, по-прежнему, хатка. Тут мої родні, мої близькі, мої гості. І тому мені вельмі важливо було побувати наповне тут, у Білорусі. Одною з центральних падів фестивалю став концерт у Дому культурі. Основна ідея мероприємства «Білорускі ручніки, як шляхи до дому». Гости в форму приїхали разом з творчими колективами. На вечірнім мероприємстві яны змогли показати, як заховують родну спадшину «За мяжой». Танцы, пісні і театральній номары розхарнулися на святочній сцені. А крім того, у файе представіли великую выставу з выробами народних майстрів. Не глядячи на те, що багато білоруси живуть за тисячі кілометрів від родній землі, я не заховують народній рамівстві. Опять я на білорусській землі. І цей раз я не одна. Я приїхала з двома колективами, з молодёжною групою «Надзея», яка вже четвёртий раз принимає участь в четвёртому міжнародному фестиві «Искус білорусів мира». Ну і вперві мене удалось убедити і колектив «Селяни», нашого филиала, нашого центра, вони із села колектив, Ольгинка, таке дальнє село Павлодарська область, і там нескільки чекотнічні білоруси, і у них теж неописуємо чуство радости, восхищення, що вони попали на це унікальне сабытие. За кожній ідеї популяризції білорусської культури і її реалізації стоять реальні люди. А свято собрало боль за 250 удельників, які любять сваю гістарічну радіму і вучыць гэты любові сваїх дятей, діляць ою са своїми сабрами. Учим і упеўнілися Марія Брэхун і Вадім Кулак. Більш за 200 ділягатів, дзейчі навуки, культуры, аддукації, керівнікі Міністерства і ведамства, працтавнікі міждержавных структур, міжнародних організацій і громадських аб'яднання приїхалі ў Кыргызстан, кабы вмеркаваць стэмы развіця агульной навуково-аддукаційной просторы садружнасті. Далучилася до дискусії і наша делігація з Беларусі. Форум навуковы і творчаї інтелігенці СНД праходзіць з 2006 года. Як правіла, ў століцах країн, які старшынствуюць у СНД. Гэта буйнішая, што гадовы гуманітарнае мероприємства на просторы садружнасті. Пляцовка, яка дає махшымасць зверыць гадзіннікі і зразуміць, што цікавіць не толькі творчых дзейчаў і гучоных, але і широку публіку в усіх країнах садружності. Форум приобретає нові черты і випроси, які піднімаються і має нову форуці. Поєму, мені кажеться, що цьогорічній 16-й форум научно-творчіській інтелігенції СНГ в Кыргызстані, в Бишкекі, кінчо, відбувається від відбувачів, тому що вперві була проведена встреча міністерська. Приїхали замістители міністері культуры зі всіх країн Содружества. Вперві в рамках форума був проведен другий стол руководітелі інформаціонних агентств СНГ. Вперві встреча руководітелі театральніх союзів. Кыргызстан праймає форум творчі і навукові інтелігенції у другий раз. Соліта галуна аспект праз взаємодзенні культур да супрацовніцтва і миру. У шасті секційніх поседжаннях одзільніками стали більш за паутысячі чоловік. У складі білорусській делігації 14% навуковців гуманітарів. Серед їх наміснік міністра культуры Республіки Білоруссі Аргій Саракач. Сергій Александрович, можна говорити о каких-то ітогах форума для Білоруссі? Сьогоднішній форум, він фактично відбувається культурний діалог, це те фестиваль, яких приймає немало кількість країн. І ми заявляємо о тому, що готові приймати ще більше, з кожним годом, відбувається кількість учасників наших фестивалів. Можна ли сказати, що форум творчіської навчої інтелігенції, він формирує свій культурний куатнації, елити СНГ. Як його можна інтерпретувати? Так сложилось, що історично наші країни мають обші корні, обшу культуру фактично, культурне наслідие. І, собираєшся на цих форумах, ми також фактично формируємо код нації, який в дальнішем будемо передати нашим вже дітям. І решаємо те проблеми для того, щоб наші діти вже не решали їх будущее. Што год форум присвячений актуальним проблемам. Гэтым разом центральна панельна дискусія была зв'язана з головной темой 2023 года у СНД, які об'явлены годом русської мови як сродку міжнаціональних зносин. Так сложилось історически, що русський язык єдиным языком общення, що прекрасно і замечательно. І пройдіть по уліцам Бішкека, і здесь тоже все жителі Кыргызстана говорять між собою на русском языке, і це замечательно. Паэтому в этом і є його об'єдінення. Паэтому нет другого такого языка, який нас всіх вместе собірає. Кульмінація форуму – урачистая церемонія узнагародження лауреата уголовної міждзержавної премії СНД зоркі садружності. От білорусі высокими узнагародами сьолі та угонаровані народний артист Білорусі, саліст Великого театра Білорусі Уладімір Громов і Олександр Бондарэнка, директор Палаца культуры Бєліцькі города Гоміля. Самая така кульминаціонна работа, после которой Міністерством культурі Республіки Білорусь було прийнято рішення о выдвіженні моєї кандидатури на сіскання данной премії, це була работа в качіце главного режиссера шестого міжнародного фестиваля до культурних традицій ЗОВ Палісі. Загаде існовання премії «Садружність дебюта» у яї отримлювали поети, урачи, педагогів, ученые, спеціалісти паохові помніків історії культури, популяризатори книг і читання. У 2022 годі премія була присвячена Угоду народної творчості і культурної спадщини. Це дуже приємно, тому що я працюю вже 10 років і це приз на мої годи, на мої роботи. І, звісно, я буду продовжувати мою роботу і думаю, ще нескільки техніків добавити в нашій учбі і, звісно, зробити те, що в нас є в Армії. Це нове платье, я шила. Це шерсть, натуральна шерсть. Якось хотіло, щоб народне качіство і народна одежда були современні. Тому я вибрала такі одежди. І ще у мене народні... Укрощення. Да, укращення, щоб якось з'явити армянська культура, взаємодійствують всі ми. У складі беларускій делігації праєхав у Бішкект доктор філологічних навук професор Іван Савірчанка. Іван Васильович, ви з'являєтеся країн Советського Союзу. І це мені ще так само ніким чином обов'язало підтримлювати нашу молодь. І, напрочі того, я з задовольненням спраюю тому, щоб відбувалися літературні переклади взаємні, або видання Супольних антологій. Одним словом, я і сьогодні протягую і в дільній чець, щоб спраяти розвиттю наших літератур, культуру, взаємодійні народів. І ось я є ж регулярно на цей форумі. Ви регулярно навідується форум. Як він змінився з загаду існування? Форум набив нове дихання, новий ритм, нову енергію ось у цьому місці. І це було нічекано, і разом з тим приємно. З'явілися нові формати, з'явілася впевненість, що мінавіта форм творчої інтерігенції країн СНД з'являється видатній пляцівкою для нашого літературного, культурного і міжнаціонального шри взаємодійні. А це мені вельми порадувало. Я ось тішаний, і я невіргодні задоволений, що я приїхав в цю країну, побачив людей на своє вочі, побачив досягненні, познайоміся з новими людьми, устрілював нові контакти, обмерковав шеріх проєктов, які сьогодні актуалізовані і будуть завтра виконані. Одним словом, я невіргодні щасливі, що приїхав сюди. Неад'ємна частка культурной праграмы форуму «Выступлення Молодежного симфонічного оркестра СНД». Його створення – один з азнакових проєктов МФГС. Каліктів у першиню був собран і в 2007-м годі. У його склад традиційно виходять молоді музиканты країн садружності, пераможці прастыжних музичних конкурсів. Я учусь в Беларуській государственній академії музіки. Я попала в цей проєкт через фонд міжгосударственного сатруднічіства. Це дуже класний проєкт, тут різне государства. Ми обмінюємся опытом, так сказати. У роздіх гаде оркестром кіровалі Юры Сімана, Володімір Співако, Васіль Валітаў. Гэтым разом каліктів узначалю народний артист Росії Сергій Скрыпка, сьолітній лаурат премії «Зоркі Садружності». Я сьогодні диріжував місцевого автора, патом іще рібята диріжували тож авторов. Ну, кстаці, сьогодні були «Щорні дороги» Вильданова. Це той серіал, який в своє врємі я записал. Так що, в общем-то, ми не стільки привлекались, скільки просто с удовольстві вспоміналі то, чем ми всіда були живы. Ми все время варілись в этой муське. Яшчэ два лаураты гэтага года выступілі на сцені ў якості солістаў. Народна артистка Азербаджана Дэнара Ліва і заслужны діж Казахстана Замат Желтыргузаў. Дарэшэ адзін уладальнік адразу дзвух прэмій «Садружності». Премія для молодых єсть. Международная премія «Садружыство дебютов». Такая премія єсть. Она учреждена була чуть позже, чем эта премія. А это звёзды «Садружыство» 2009 года идёт. И я вдвойне счастлив, что я получил и молодёжную премию, и спустя несколько лет большую премию меж государствами. У Знагарода отриманы планы по найбольш актуальных питаннях у взаимодзенні угоління навуки, адукацій, культури, інформацій, туризму, спорту и работы з молодзю випрацаваны. Два дні гаражых дискусій завершыліся приняттям агульной резолюції. Наступный 17-й форум творчо-науковой интеллигенции «Краин Садружности СНД» будет принимать столица Российской Федерации. Диплом лауреата Междержавной премии «Зорки Садружности» Владимира Громова стал саправдным подарунком Великому театру Беларуси аккуратно открытие нового сезона. Высокую знагороду привезла у Минска з Бешкека генеральный директор установы Катярына Дулава. З якими ураженнями вернулася Катярына Миколаевна з Кыргызстана, про які гастролі домовілася, а так само чым буде насыщенный 91-й театральный сезон Головного театра «Краины» у нашей наступной размове. Катярына Николаевна, приветствуем вас. Наверное, сложно вспомнить более насыщенное начало сезона в Большом театре, чем этот. Это и гастроли, и бенефисы, и подготовка к премьерам. Совершенно верно. И для меня самой это большая неожиданность. И, честно говоря, до сегодняшнего дня, помимо встречи с труппой в зале, дальнейших таких разговоров и бесед со всеми творческими деятелями пока не получилось. Потому что кто-то мгновенно уехал на гастроли, кто-то участвует в творческих проектах, готовятся премьеры. Наверное, это радует, но и немножко тревожит, потому что в таком темпе начинать, это значит, год будет очень насыщенным. Хочется также вернуться к недавно прошедшему в Бишкеке форуму «Творческая и научная интеллигенция стран Содружеств СНГ». Вы оттуда привезли награду для Большого театра Беларуси. Это «Звезды Содружества», которой был удостоен народный артист Беларуси Владимир Громов. С какими еще впечатлениями вернулись из Кыргызстана? Конечно, получение вот этой высокой награды и для театра, и для Владимира Валерьевича, конечно, это огромное событие, и я нас всех поздравляю с этим. Конечно, впечатлений очень много, потому что встреча такого рода – это всегда и подведение неких итогов, и это, конечно, планы на будущее. И для меня было очень важно поучаствовать на блудистонных площадках, посещенных русскому языку, вопросам, связанным с деятельностью союза театральных деятелей, вообще театральных союзов стран СНГ, послушать вообще проблемы, поговорить о них, понять, как мы их будем решать далее, и интереснейшие предложения поступили. И, конечно, для Большого театра Беларуси очень важным было заключение договора, меморандума о сотрудничестве с Бишкесским, Национальным театром оперы и балета. И для нас это абсолютно новый формат, новая дорога для взаимодействия, мне кажется, 24-й год даст нам очень интересные факты для последующего разговора. Большой театр Беларуси в Китае. Знаю, что наши артисты там выступали и представляли даже музыку китайских композиторов. Полагаю, что подготовка была очень основательной. Совершенно верно. Но я должна сказать, что это уникальные совершенно люди, оперные исполнители, потому что иногда кажется, что они вообще полиглоты, поющие на всех языках мира. Совсем недавно мы выступали и на узбекском языке, вот сейчас это пришлось делать на китайском. И по информации, которую я получала на протяжении этих гастролей, я понимала, что сам успех невероятный. В сентябре на сцене Большого театра выступали и Марийский академический театр оперы и балета, и Ростовский музыкальный театр, казалось бы, и «Спартак», и «Турандот», и «Золушка» – это знакомое название, но в новом прочтении. Чем удивили коллеги? Удивили тем, что постановки, которые были представлены и артистами из «Зашкаралы», и из Ростовского музыкального театра – это сами по себе новые постановки. Если «Мариэл» все-таки представили абсолютно новые для нашей сцены явления, такие как «Русский гамлет», замечательная постановка Бориса Эйфмана, имеющая огромную историю, но впервые пришедшая на белорусскую сцену. И «Золушка», конечно, Прокофьева, спектакль, который у нас давно уже не идет, и я надеюсь, он вернется на нашу сцену. А Ростовский театр, с одной стороны, и «Турандот» Пучини, и балет «Спартак» Рама Хачатуряна представлены в афише Белорусского театра, но всегда невероятно интересно посмотреть, как это делают другие. Гастроли продолжит Большой театр России и тоже покажет постановку, которая есть в Минском репертуаре. Это «Царская невеста». Это совершенно безупречный в этом смысле пример действительно большой русской оперы, и романтичной, и трагичной, и в высшей степени красивой по музыке. И спектакль, который имеет огромную историческую память, поскольку он исконный для этой сцены, и нам покажут такой самый настоящий классический ее образец. У нас абсолютно другой спектакль, с абсолютно другими технологическими явлениями, сценическими, поэтому я думаю, что зрители с огромным интересом отнесутся к этому показу. А второй спектакль – это знаменитая постановка Юрия Григоровича на музыку Сергея Сергеевича Прокофьева «Иван Грозный». На сцене Белорусского театра он тоже никогда не показывался, и поэтому мы вот таким образом, благодаря такому предложению, погружаемся в настоящий вот такой российский исторический формат. Начало нового сезона в Большом театре Беларуси было отмечено и новыми назначениями. Главным дирижером стал народный артист Башкатарстана Артем Макаров. Да, это не первое такое вхождение в Большой театр деятелей российской культуры, и он очень смело и легко вошел в общение и с нашим оркестром, и с хором, солистами оперы. Какое-то такое взаимопонимание началось достаточно быстро, ну и, конечно, огромный опыт, человеческие качества, вероятно, сыграли свою роль, поэтому, мне кажется, это сотрудничество будет очень плодотворным, и вскоре, я думаю, мы его увидим и в качестве дирижера-постановщика. Артистов Большого театра Беларуси сейчас можно увидеть и в рейтинговом проекте телеканала «Культура Россия». Как мы будем болеть за наших артистов? Да, и большая опера, и большой балет. В общем, везде мы показали себя. Какими будут конкурсные результаты? Ну, мы посмотрим, конечно, ну, а болеть будем очень серьезно, потому что, ну, за наших надо болеть. В ближайшее время в репертуаре Большого театра появится постановка «Иллюзия любви» в постановке Игоря Колба. Какие еще премьеры ожидаем? Обе премьеры вот этого года, 2023-го, состоятся в декабре. Действительно, балет «Иллюзия любви» в постановке Игоря Колба на музыку Дмитрия Шостаковича и неожиданное такое единство с Фредериком Шопеном. Еще более такая интригующая, я бы сказала, линия здесь в том, что связующие интермедии музыкальные написал известный белорусский композитор Леонид Ширин, который, в общем, на академической сцене не представал, пожалуй, еще никогда. Вторая премьера, это тоже первый спектакль, который очень любим, это замечательная опера Петра Ильича Шейковского «Виоланта». Она будет действительно абсолютно новой, и спустя более 30 лет предыдущей постановки мы в первой декаде декабря покажем этот спектакль. В 2024 году нас ждут еще две премьеры. Это абсолютно новый спектакль для Валентина Николаевича Елизарева, это балет «Золушка» на музыку Сергея Сергеевича Прокофьева. И неожиданный, опять-таки, такой режиссерский поворот опера «Верди на бука». Но постановка – это предложение действительно знаменитого итальянского театрального режиссера Джан Карло Дель Монако. Ну и, конечно, Большой театр детям. Этот проект настолько оказался успешным, настолько интересным, что стали появляться абсолютно новые инициативы не только к дню защиты детей, не только там в дни каникул. Например, вот уже сейчас, в октябре, между двумя праздниками – Днем матери и Днем отца, 15 октября, мы предлагаем прийти в Большой проект, который будет называться «Театральное утро в Большом». И с 11 до 2 просто побывать в Большом театре на маленьких спектаклях, на мастер-классах, принять участие в сказке, в фантазии, погрузиться реально во все наши сценические реалии. Октябрь в Большом театре – месяц триумфа Валентина Николаевича Елизарьева. 50 лет творческой деятельности. Событие грандиозное. Чем оно будет отмечено? Будут показаны любимые всеми балеты-сказки, балеты, которые когда-то потрясли, такое театральное сообщество, это и Кармина Бурана, и «Сотворение мира», и Кармен Сюита. Так что мы ждем на таком параде балетов Елизарьева в октябре 2023 года. Екатерина Николаевна, благодарим вас за то, что вы заглянули к нам в студию, и, конечно же, встречаемся в Большом театре Беларуси. Национальный академический театр имя Янки Купала прямая коллега из Республики Татарстан. На гисторичной сцене у сердца столицы проходят гастроли Казанского академического русского великого драматичного театра имя Василя Качалова. Миновито на белорусской сцене коллектив открыл свой 233 сезон. Нашу краину трупа с Казани наведвае у першыню. До такого дебюту широкая программа – «Вадевиль», «Ретро-концерт», «Мюзикл» и «Сусветная классика». Визит на старейшего театра «Поволжа» выник культурного супрационництва, что пошалося в осенью минулого года. Творчик коллектив «Сказани» у першыню представляет свои спектакли на белорусской сцене. До своего особливого дебюта протягом у 15 дзен на минскую сцену привезли шесть постановок. Открылого с роли премьера минулого сезона «Ревизор» у постановцы Мастацкага кероника театра Александра Славутского. Александр Яковлевич не пытался делать из наших героев каких-то нелепых, смешных, дурачков, как бывает такое, что принято ставить, где-то такое есть, зачастую такое есть. Но Александр Яковлевич, настоящих людей, их боли, их переживаний, и в результате является смех от того, что они переживают по поводу этой ситуации именно так, как он переживает. Зрители смотрят, и ему смешно. Если что, смогли убачить жахары столицы, выбирались, заходячи с масштабов, в широком сенсии. По-перше, театральные подмостки у Казани больше глубокие, у одрознений от Купаловского. Варто было заховать первое початковое обличие спектакля, тому звернули увагу на параметры сцены. По-другому, организаторы так само мкнулись продемонстровать, как мога больше артистов с труппы имя Василя Качалова. И в программу тратили постановки с наибольшей колькостью актеров. Одной из таких изъявляется скрипаж на даху. У первших вели на постановке одночасово 20 актеров заденешены у хореографичным номеры. Твор на протягу Калятро годин, рассказывая не только про пылные проблемы народа, али про национальные годности человека. Вообще люди везде все одинаковые, они все любят, ненавидят, ревнуют, дрожают детей, строят дом. Жизнь вот такая у человека, махонькая, и при том космосе, в котором могу существовать, она молниеносная, и поэтому что же еще? Надо радоваться жизни. Спектакль поставленный по воде твора «Тевье молочник». Цикаво, что имя его автора, Жаламалейхам, прокладается заедешу як «Мир вам». А мюзикл усталевал на Бродвее рекорд бесперапынного життя спектакля, пройшелши больше за 3000 разов. Гэты хиты у репертуара Казанского театра уже омаль 25 годов. Мы не играем молодость, мы не играем какую-то юность, мы пытаемся рассказать историю, простую и чистую, как говорит Тевье в прологе. У драматичном арсенале трупы свыше 40 творов. Основа – лепшие узоры сусветной литературы. Например, твор «Варьяцкий день» альбо «Жанитба Фигаро» на казанской сцене с 2015 года. И все летает он так сама частка гастрольной афиши. У центра сюжета все той же комедийный оповед про веселье Фигаро и Сюзанны. Але у Качаловским баченне – гэта минавита пьеса с музыкой. «Если кому-то достаточно вот так вот взять ноты и петь, подстраивать там терцы, раскладывать аккорды, то для меня это надо учить, для меня это труд. Но это так надо сделать, чтобы зритель потом думал, что ну замечательный артист, поющий». Не оглядяющий на великих шерах пьес классичных, казанский коллектив имя Василя Качалова так сама завертаецца да экспериментальных и сучасных формул. Так на гисторичной сцене Минска прайшоу ретро-концерт «Калі запаляться лихтары». На мове танца, музыки и вершу серебря нагавеку оповед про тое, на чым неуладны часы. Лепшая песни початку 20-го стагодзя у камерной обстановцы прогушали у выкананни инструментальной группы с Татарстана. Яныш створали музычное супроводжение и для інших постановок. У воголи до агастроля у столицу проехала творчая команда с прикладно 80 человек и коля двух тонн декораций. Это очень много декораций. Для того, чтобы они здесь разместились, мы свой театр вычистили в ноль. Просто потому, что это так много и так обильно. Звание старейший и статус академичный не одиное, что звязывает два театра. История обедевых установок звязана с режиссером Львом Литвиновым, что поставил Паулинку. Я ей и привязе трупа Купаловского указань на проконцы Кастричника. Айон ладится при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. В формате открытого диалога артысты беларуской эстрады на разных пряцовках делятся с подрастающим поколением своим сценичным опытом и творчими досягненнями. Завитал на одну из таких встреч со спиваками наш корреспондент Олесь Мойский. Бабрусь, Костюкович и Слуцкий вось культурный марафон вернулся в Минск. Артысты уже сострелись с наученцами колледжем остатства Университета культуры, а теперь их ждут в концертной зале консерватории. Это другой этап проекта «Разом с мастацтвом», который стартовал весной этого года. Каждый раз молодежные аудитории в разных городах сустракается и инший склад артыстов театра эстрады, при этом и их разные роли – то в качестве спивака, то спикера, то модератора, как на этот раз у Инги Киселевой, у Беларусской державной академии музыки. Диалоговая площадка – это не только место, где артисты делятся профессиональными тайнами, но и могут приоткрыть дверь в свою личную жизнь, поэтому какие-то моменты пути становления именно личные тоже интересуют людей. Подчас встречи артысты не только проноцировали премьеры спектакля и популярный мюзикл на сцене театра эстрады в этом 27 сезоне, который открылся под лозунгом «Нас устраш новому». Олей на своем прикладе продемонстровали окея махчумости «Сеня Створайзержава» для развития таленту и реализации своих творческих сдольностей. Каждый артист рассказывает свою личную, уникальную историю своего развития и становления и рассказывает свои истории о том, как девочка из маленькой деревни достигла таких классных результатов, высоких результатов в нашей стране. Так получилось, что в город Чашники, в мой родной город, я поехала с сольным концертом, вот поэтому для меня это большое-большое событие, которое запомнится на очень долгое время. Особливый подморок створают такие сустречи со студентами, якие отримливают профессийную музычную эдукацию. И не глядяши на то, что кто-то працует в классичном жанре, а кто-то у эстрадным, а гульные темы для обмеркования так самознайшлися. Хотелось бы узнать, какой большой, длинный творческий путь они прошли, чтобы достичь такого результата. С чего они, наверное, начинали? Как они пришли к мысли о том, что хотят стать такими специалистами? Возможно, поделились какими-то секретами. Подчас устреча артисты за довольнением отказали на пытании студентов и на специально подректованную блицопытанку. А так само провели майстер-класс, выконавши свои новые песни, как это сделала ЮНЕШ. В год мира и созидания Валерий Шмадзе, служный артист Республики Беларусь, написал потрясающую песню. Я, конечно, немножечко так влезла, как она должна звучать в плане аранжировки. «Беларусы люди миру» называется моя новая композиция. Нравятся молодежи, нравятся людям и нравятся людям. Йоуген Куршич в свою очередь выконал песню, которую рыхтует до суперфинала проекта в Москве «Ну-ка все вместе». Йоуген я перерабил с дозволу народного артиста Беларусь Анатолия Ярмольненки, который по словам спевака сказал «Тебе можно все». Но подчас таких встреч у Йоугена Куршича есть и свой интерес. Это похоже на гастрольный тур и это приятная миссия, потому что в составе артистов ездят как известные артисты, так и начинающие, молодые исполнители. Я для себя выбирал те города и те области, где есть средне-специальные и высшие учебные заведения, потому что я являюсь доцентом кафедры эстрадной музыки и мне интересно работать с молодежью. Музыка у всех звязала. У гэты вечер не глядящий классика гэта те эстрада. Долучилися до творшей повези и Олесь Мойский с Вадимом Кулаком специально для культурного тыдня. Мы рады были познайомить вас с актуальными премьерами, фестивалями и концертами гэтага культурного тыдня. Мы поспробовали не только рассказать про их, але и поразважать над гисторией и сучасным лёсом мастацтва. Долучайтеся до нас пра стыдзень у гэты ж самый час и мы познайомим вас с новыми героями и падеями культурного тыдня. До встречи с аправдными каштовностями. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова